я всех приветствую на своем канале своих и замечательных дорогих подписчиков и тех которые первый раз ко мне зашли на канал добро пожаловать и тема продолжается первое видео было мы смотрели мои сильные слабые стороны сейчас же мы будем смотреть его сильные и слабые стороны вам нужно будет всего лишь загадать своего мужчину своего партнера и как бы мысленно задать ему вопрос какие же у тебя сильные и слабые стороны интуитивно вам нужно будет выбрать сейчас одну цифру от 1 до до 6 до или цифру или же одну карту сейчас я буду выкладывать так первая карта его сильные и слабые стороны вторая карта его сильные и слабые стороны третья карта его сильные и слабые стороны четвертая карта пятая карта и шестая карта выбирайте одну карту из шести интуитивно полагаете сейчас только на свою интуицию потому что я буду только трактовать трактовать карту подумайте почувствуйте выбрали тогда смотрим кто загадал цифру номер один но карта умеренности да этот мужчина очень медлительный слишком много думает вы знаете как некий такой алхимик который все сравнивает который все смешивает над которым мудрит и чудит и думает а как будет так а как будет и так но жить он знаете с в ногу со временем абсолютно не хочет а ему потому что не интересно он живет некой своей такой обособленная других наверно людей своей жизнью где он сам себе маг чародей и глупец ну хотя глупец я бы сказала небольшой больше как мудрец но глупит он тоже наверно скорее всего с вами вообще женщинами что ему не поддается так эта женщина нами скорее всего потому что это как предмет его изучения мужчина слишком медлительный вот в жизни он считает что я все еще успею зачем им торопиться зачем не спешить зачем такая суета в мире нужно быть в гармонии с природой нужно быть в гармонии с самим собой так узнаете некий лама так куда далай лама не знаю да вот как в тибете вот они погружаются в эту нирвану и все и пусть весь мир подождет вот здесь тоже самое но он считает что он еще все успеет поэтому я так полагаю что мудрость это его сильная сторона что он любит природу пытается заниматься самоизучением до творить что-то привносить интересное в этот мир заниматься может быть какой-то творческой до такой профессии слабая сторона что слишком медлительный вот жизнь так и пройдет мимо него дальше кто загадал цифру номер два сильные слабые стороны вы знаете не такое ощущение что этого мужчину нету у них вернее у него нету сильной стороны потому что здесь четверка мечей ну хотя давайте я скажу так наверное единственная его сильная сторона это то что он может работать как волк просто тоже как волк бог вот просто до 9 в поле пахать пахать на него сколько не звали он будет тащить а потом прийти и просто вот уже никакущие отлеживаться отсыпаться это наверное вот работоспособность наверное у него является и считается до сильной его стороной слабой стороной ничего не делали после этого вот кроме работы он больше ничего в этой жизни не делает вообще все за него делает кто-то там дом строить за него женит его там сами там кто-то там папа мама его женили он тоже не сам ничего не делает или женщина его сама на себе женит там что там день рождения так кто-то за помните ли жена там носки трусы покупает да то есть этот мужчина считает что вот я только работаю и все отстаньте все от меня больше ничего никому не должен поэтому слабая сторона то что он ничего не делает вот он так считает наверное мне мой мне как бы это и не нужно вот я такой вот этого слабая сторона может быть вы ждете когда он вам уже сделает предложение когда он уже замуж под позовет да то есть вы все ждете жить а он не нет не хочет у него времени это он постоянно работе он приходит домой после работы отсыпается утром опять одевается опять на работу вот и все куда там замуж для для замужества надо же это сделать нужно если он еще до загса дойти не может вот так вот может быть вообще знаете это мужчина по своей природе очень любит уединенность природу лес не знает тайгу животных да и может быть он тоже живет неким таким отшельником никто ему не нужен может быть это вот это это его слабость вот природа животные может быть он я не знаю там лесничим где-то работает ну вот нравится ему это вот для него такая работа для него это его слабость природа животные и сам собой дальше кто загадал цифру номер три его сильные слабые стороны но этот мужчина всегда надеется на что-то вот такой оптимист этого это этого еще просто поискать надо было вот этого мужчину где вы его нашли потому что он всегда верит что-то лучшее да может быть кстати он занимается какими-то эзотерическими практиками я не знаю ясновидение открывает себе там третий глаз изучая чакры и эзотерику может быть мужчина планирует куда-то уехать переехать что-то открыть с кем-то развестись на ком-то жениться то есть мужчина всегда в неких планах он живет будущим тем более что старший аркан звезда это карта водолеев да а водолей у нас всегда живут будущем им всегда нужно нарисовать себе картинку сфантазировать вот эту мечту и жить этим я не знаю может быть он действительно знак зодиака водолей поэтому вот человек живет будущем его слабые стороны но я бы сказала что он слишком какой-то знаете оторванный от мира он живет слишком где-то впереди а то что происходит перед его носом он как бы не замечает он не видит этого он как-то вот где-то какой-то так сидишь и думаешь боже мой инопланетянин что ли с планеты марс и явившийся здесь в образе непонятно кого же какой-то он такой вот нереальный тоже порой думаешь такие фантазии какие-то он может быть сны какие-то сновидень там до сны какие-то там красочные он виде да какой интересный мужчина очень интересно неземной так скажем неземной фантазирует о чем-то мечтает но это не означает что все что он там мечтает фантазирует должно сбыться мечтать мечтать не вредно же поэтому я могу сказать пусть поменьше мечтает и лучше пусть все реализует все что он хочет пусть этого добивается и тогда будет все хорошо и это будет на его только сильная сторона а слабых на сторон у него не будет дальше смотрим кто загадал цифру номер четыре так здесь мужчина но здесь сам прям мужчина у вас вышел здесь а король мечей кто загадал это мужчина воздушного знака зодиак водолей весы близнецы или же него асцендент или у него луна в этом знаке мужчина очень жесткий очень холодные возможно живет вот здесь просто образ викинга да может быть он живет какой-то северной стороне в северной стране и стороне тоже да и за скандинавия сибирь например мужчины вообще любит холод может быть он там работает где то где у нас на холоде работает там ну не знаю в общем полярника можно работает мужчина который может относиться к профессиям такие как закон погоны власть да и у него кстати очень хорошо получается этого сильная сторона он очень любит свою профессию может быть он медик хороший потрясающий хирург врач от бога или может быть он там я не знаю кузнецом работает он кует такие вещи просто или он и работает где-нибудь я не знаю на заводе где изготавливать что-то с металлом там связанные машина например да или заводы там что-то там по производству каких-то металлических предметов то есть этот мужчина очень хорошо любит свою профессию очень это специалист такого знаете высшей категории вот это его сильная сторона сильная сторона что он может себя постоять он любит также животных он очень тонко чувствует мир и мир потусторонний кстати тоже может быть в его роду жили люди с аномальными способностями экстрасенсорными способностями но шаманы например там да или маги какие-то целители и мужчина хорошо умеет разговаривать умеет ним его любит вообще электричество техника компьютер он умеет прекрасно печатать и тишник например да раз так быстро запись напечатал за секунду что целый текст то есть вот вот это сильные стороны сильные стороны а слабые ну слабых я ну слабо наверное холодный он просто сам по себе очень холодный его чтобы он тебя полюбил надо растопить его душу надо влюбить его в себя души нету сердца нету не чувствует этот мир сердцем и душой ко всему относится знаете немножко жестко холодно принципиально ну как мужик до безголовый вот я решил дочит только будет все то есть вот вот как то так это вот это является наверное его слабой стороной где он не знаю ну ну такой может быть он сам считает ну почему я не как все у меня что сердца нету я тоже хочу понимать и любить а почему я не получается можно над собой тоже работает ну я так еще полагаю что у мужчины работа связана чисто с мужской работа рядом мужики и мужская компания там я не знаю может они вместе собирается на рыбалку ездят потом там еще но он природу же любит на рыбалку из на охоту там да может быть там в баньку вместе по с мужиками попариться там еще пивка попить то есть вот такие какие-то вот мужские как хобби да как увлечение у него тоже есть это его тоже слабость так дальше кто загадал цифру номер пять сильных стороны его сильной сторону девятка мечей но я не знаю здесь больше идет как как слабой сторость стороны страха много много страха себя накручивает реально вещи не видит спать не может кстати у мужчины могут быть знаете некие тоже галлюцинации может быть иногда она вам говорит ты знаешь я черта видел и действительно может быть он черта видел ну потому что если он себя так накрутит и ночью спать не будет а ночь это знаете сферы темных сил конечно черт прибежит то есть здесь я просто вообще мужчина такой очень интересный с фантазией бурной пусть гоголя не читает только хорошо всякие страшилки тоже фильм ужасов пусть не смотрит она спать будет хорошо и психика будет хорошая кстати это мужчина может быть хорошим психологом может быть он работает с людьми да и люди хорошо разбирается помогает может быть как-то людям а потом приходит и голова просто как чугунные уснуть не может бедный сильные стороны его сильные стороны что он может всем дать может быть отпор некий он борется с судьбою к нему всегда неблагосклонна судьба она его всегда проверяет она его знаете как бьет постоянно об стенку он падает поднимается опять идут идет дальше вот этого сильная сторона в отличие от других он несгибаемый хотя себя накручивает потому что уже сил просто нету бороться жизни такое ощущение как будто и такое ощущение что темная сила вообще его любит не знаю вот подпущением идет что как-то вот когда теме сумерки темнота когда все ложатся спать вот и он ему белон или крутится или спать не может или полночник поздно засыпая до бессонница у человека и вообще у него всякие мысли лезут головы абсолютно вплоть до суицида ну вот так вот дальше дальше шестая карта сильные и слабые стороны но этот мужчина всегда всегда несчастен в любви жена любовница там еще может какая-то другая любовница и так далее так далее страдает переживает потому что любит вот сильная сторона этого мужчина это любовь он любит от сердца любит душою но и страдает кстати от этого люди не понимают женщины не понимают и приносит ему удары наносит на него боль да вот это вот мечом мечом прокалывая его полностью а с него как кровь течет до сердца его его душа превращается в холод в руины снег поэтому сильная сторона этого мужчины любовь любить принимать мир таким какой он есть а слабая сторона не знаю принимать удары наверное до принимать удары и его сердце уже стало просто разбитым окаменевшим я не знаю он замороженным и уже он практически как будто ничего уже не чувствует потому что все разбито надежды планы любовь все у него разбито вот так ему плохо недооценили не поверили бросили может быть применялись применялась на него на нем тоже какая-то магия да ну вот здесь все говорит о том что мужчина страдает и страдает того что умеет любить умеет но недооценили не поверили его любовь вот это может быть его и сильная и слабая сторона как посмотреть вот такой расклад девочки мои красавицы думайте смотрите о своих мужчинах у кого что и я всем вам желаю всего хорошего чтобы ваши мужчины были счастливы рядом с вами чтобы не было ни сильных не стане и слабых сторон у них чтобы они были просто рядом с вами и чувствовали себя сильными настолько что могли бы просто все принести да к вашим ногам я вас всех люблю я вас всех обожаю спасибо что остаетесь со мною до скорых встреч спасибо до свидания